МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас животных очень много, разнообразие есть, и ящерицы, и змеи, попугаи, обезьяны, бабочки у нас тоже есть живые. И самое главное, что у нас все животные, они контактны, с ним можно пообщаться, можно покормить. У нас также проходит экскурсия в нашем зоопарке, чтобы всем было интересно. И одна из целей в нашем зоопарке, чтобы наши животные давали потомство, как, например, эти ящерицы. Регулярно у нас они размножаются. А куда вы детеныши деваете? Ну, кого-то себе оставляем, у кого-то мы обмениваемся. То есть другие зоопарки? Да, в зоопарке, да. Ну, или продаем. А вот расскажите, раз уже зашла у нас с вами речь про этих ящериц, расскажите, что это такое, кто это? Сцинк, синие языки называются эти ящерицы. У нас здесь пара, самка и самец. Внешне они очень похожи, но вот если присмотреться близко, видно, что у самца мордочка более такая вот, она грубая, чем у самки. А, да, самка симпатичнее такая. А еще, отметьте, язык синего цвета. И называется поэтому сцинк синие языки. А скажите, где вот вообще места их обитания? Что это за ящерица? Чем она необычная? Продина этого вида Австралия. Но уже давно, которые поколения продолжаются, они в неволе. Поэтому они спокойные, хорошие, можете погладить. На ощупь они очень приятные. Но она даже не холодная, кстати. Она такая вот. Ну, мне кажется, сейчас она холодная. В студии все-таки довольно холодная. А когда они живут, они у себя в террариуме, там они греются, они тепленькие, как будто батарея. Да, отметьте, кожа очень плотная. У них кожа, костяная кожа, называется остеодерма. Как панцирь получается. Это мы с мальчиком, да, сейчас знакомимся? Это самец, да. Самец, он более такой стройный. Санка более полная. Сейчас она кушает очень хорошо. Скоро будет у них брачный период. Протекает, между прочим, очень жестоко. Укусов много и у самца, и у самки. И они же вродящие, факт тоже. Такой интересный. Мама, самка поражает сразу малышей. Очень удобно. То есть не нужно потом кладку инкубировать. Тело у них длинное, и ножки, отметьте, очень маленькие. Ну, он на крокодильчика похож, так если сравнивать, да? Чем-то похож, да, но это наоборот. Вид это пустынный, ножки маленькие, им удобно ползать среди травы. И по песку, наверное, да, пробираться? Ну, там песок, да, трава, там разный будет грунт. Вот, если получится нам увидеть, челюсти очень мощные, а зубы, они не острые, а тупые, чтобы грызть улиток. Любимая пища у них – это улитки. А они хищники? В основном, да, в основном хищники. Ну, в условиях неволи едят также бананы, например, любят. А так улитки. Когда вот у них малыши бывают, первый корм – это улитки. Остальные корма они едят в первое время. Скажите, пожалуйста, где вы работаете, в какое время, куда к вам могут люди прийти? Наш зоопарк располагается в торговом центре М5МО. Вот, работаем с 11 и до 7 часов каждый день. Как долго вы у нас проводите? Мы будем здесь несколько месяцев – ноябрь, декабрь и январь. Животные, смотрите, они спокойные, контактные, сами тянутся к людям, то есть, по ней не забитка бывает такое, это иногда. То есть, привыкли к человеку? Да, конечно, они из-за неволи родомся. И даже это полезно. Как вот, например, змеи, ящерицы, мы их берем, трогаем, у них работают мышцы легкие, мозг работает, самое главное. Бывает даже какая-то стимуляция к смножению по-следующему. Кого вы к нам еще принесли? Показывайте. Это вот сахарный поссум, самец. Отметьте, у него есть лысина. Признак того, что это самец, что он уже взрослый. Можно тоже, да, погладить? Да, можете погладить. Ой, какой мягкий. На ощупь они приятные, мягкие. Очень-очень. А вот такой маленький совсем. Вот расскажите, что это за вид такой? Сахарный поссум, это относится к группе поссума или сумчатой белки-летяги. У них есть крылышки. Вот, мы сейчас давайте с вами самку пока посмотрим, потому что она посимпатичнее, чем вот папа самец. У нее нет такой лысины. И у нее есть сумка. Если она позволит, потом посмотрим. Там есть малыш, только еще очень маленький. Мы сейчас вот папу поссума аккуратненько за хвост поднимем. Вы не переживайте. Это вот крылышки, да? Они летают, да. Ничего себе. Это они, получается, как, прыгают с дерева на дерево? Они прыгают, да. Планирующие полеты, они прыгают и планируют, прилетают с дерева на дерево. Сахарный поссум. А сахарный, потому что любят они сладости. В диких условиях они грызут кору от дерева, и туда сок потом пьют. Давайте маму... Ох, он по вам прям ползает. А пускай ползает, это не страшно. Главное, чтобы он никуда не убежал и не потерялся. Вот. А у мамы так не будем ее поднимать, потому что там малыш. Правда, еще малыш очень маленький. Вот сумочка самая малыша подтопыривается. Вот так вот. И отметьте, они очень доверчивые, эти зверки, чем славятся все сумчатые, в принципе. Не укусит она вас? Ну, эти не кусаются особи. Ночью они очень подвижные. Кушают овощи, фрукты, детские каши охотно едят. Вот Силуя хочет ко мне пойти. Давайте самку туда уберем. Оп, самка сейчас надо будет. Не хочет, вы посмотрите, он не хочет, он хочет пообщаться. Действительно, очень контактный зверек. Когда они просыпаются, да, от них бывает сложно избавиться. Особенно, когда их много. Вот эти особи, у них тоже потомство регулярно, так же бывает им уже по 11 лет. Глаза большие, крупные. Зверки это ночные, в основном ночи активные. Ночью они очень подвижные. Вот так вот. Скажите, пожалуйста, а родина, вот про вообще, про вот этот вид расскажите. Где они обитают, вообще особенности вот этих зверьков? Ну, конечно, глаза необыкновенные. Они действительно очень большие, черные, на полмордочке. Родина у них, это Австралия. Тоже все австралийские, да? Да, ну, они Австралии, да. Позвезли их также на некоторые острова около Австралии, и там стали они вредителями, тому что поедают птичьи яйца, гнездо птичьи, по ней озаряют. А так, очень милый и симпатичный этот вид, он, собственно говоря, обычный, там где живут. А есть виды более крупные по размерам, они очень редкие, но живут только по ней в Австралии. Вы кого-то к нам еще принесли, да? Черепахи угольные или красноногие. Вот самец, родина Южная Америка у этих черепашек. Интересно тем, что у них сам панцирь такой вот длинный, он вытянутый, полаговатый. И отметьте, самцы этого вида имеют такую талию, ярко выраженную. Вот еще и симятина, тоже отличие самца, и хвост очень большой. Так, подержите, пожалуйста. На всякий случай. Да, чтобы не уполз. Да, они довольно подвижные, эти создания. Вот, и мы давайте еще вон маму самку посмотрим. Вот, нет такой талии. Да, она такая более пыльненькая. И хвостик очень маленький. Ну, такой смысл, что чем больше самка, тем больше талии, тем больше потомства она может оставить. Самец и самка. Угольные черепахи. Ну, они очень красивые, конечно, вот эти пятнышки красно-рыженькие, желтенькие. Просто необыкновенные какие-то. Слушай, да, кушают овощи и фрукты, но бывает, могут есть и животную пищу, даже могут кого-нибудь поймать. Они питаются улитками, ну, в принципе, животные, бывает, даже и падали, они питаются. Тоже можете подержать за талию. Да, сейчас вы только, чтобы не упала черепашка, а я так говорю. Да, давайте. Не укусит она меня? Нет, они не кусаются. Но она очень увесистая, я хочу сказать, она очень тяжелая на самом деле. Это хорошо, при том, что они здоровые. Угу. Ну, здравствуй. Паха. Здравствуй. Давай знакомиться с тобой. Тоже очень интересная мордочка у них, действительно. И все вот люди, кто к вам приходят, все могут потрогать, все могут подержать, правильно? Ну, да. Есть, конечно, у нас животных, которых на руки, их не даем, например, от крокодила. Ну, это понятно. Да, потому что... Из-за соображения безопасности. Они все ко мне прибежали, видите? Интересно. Им хочется. Людям тянутся, действительно. Вы только не упадите, друзья. Они не упадут, у них тело длины, они только головы пока вот свешивают. Посмотрите, да, все, у них есть ушки. Не утрепутся, думают, что это жабры. Да, кстати, я так и подумала на самом деле. На самом деле, да, ушные отверстия. Собственно говоря, их тоже можете подержать. Это вот самка, а это самец. Держите вот самца. А как ее правильно держать? А вот там, где ножки, чтобы им было удобно. Ножки. Ножки похожи, действительно, на крокодильчика. Так, я тебя не отпущу, ты не бойся, пожалуйста. Он же меня не укусит? Он не кусается, просто боится того, что может упасть, поэтому он цепляется за вас. Ой-ой-ой, цепляется. А вы там немножко держите именно. Вот как, вот я правильно сейчас держу? Ну, он более-менее. Более-менее, да. Язык синего цвета. Язык так делают часто, это он обнюхивает, запахи ловит. Интересуется, что здесь происходит. Ну, может быть, что-то можно съесть даже. Угу. Очень. Он необыкновенный окрас, необыкновенно красивый. Они очень приятные, да, можно домой все таких завести. От них аллергии не бывает. Смотрите, вот, могут и бананы есть, например, там, да, какие-то корма кошачьи, но редко. Вот, проще простого с ними дома общаться и держать. И живность какая-то, да? Ну, да. Замечательно. А вот имена вы даете своим питомцам? Да, конечно, их даем. Вот, ну, вот у нас вот посум, один из посумов зовут Валера его. Угу. Замечательно. Бывает. А девочку? Просто мама. Просто мама? Просто мама, да. Просто животных много, поэтому каждое имя не придумаешь. Вот так вот. У нас есть большая черепаха, зовут его, малыша зовут. Ну, понятно, да, почему. Ну, расскажите, пожалуйста, какие еще у вас есть животные в зоопарке? Вот, что интересного? Я понимаю, что для вас все они уже такие стали обыденные животные, но для нас они, даже вот эти ящерицы или посумы, это просто в новинку на самом деле. Ну, у нас большие питоны есть, они добродушные, можно их поддержать, можно погладить. Скорпионы есть, даже можно купить себе кого-нибудь, у нас животные прожнажаются. А так, скорпионы можно поддержать у нас. Он не ядовитый разум? Нет, у них яд очень слабый. Наши волосы пчелы в этом плане более опасны, чем такие скорпионы. И к тому же, они же не жалятся, потому что они к нам привыкли, они родились, просто сидят. Вот, интересные. Большая черепаха, я уже говорил, малыш. Обезьяны есть. Обезьяны, как всегда, они интересны, даже с тем, что похожи, они на человека, с ними приятно общаться. У них приятные ручки, лапки, когда они трогают, это вызывает какой-то отрепь. У вас человекообразная обезьяна, или какая порода? Нет, нет, это порода у них же тоже? Мортышки, нет, это вид называется. Порода, это когда домашние животные, по-другому, одного вида обычно. А у нас самири, билича и мортышка. Вы сказали, что у вас много бабочек. Да, у нас есть бабочки, есть бабочки большие, маленькие, все они ручные, можно с ними тоже пообщаться, можно их покормить, можно поставить пальчик, они сядут на вас, и, собственно говоря, можно их приблизить к себе как можно ближе. В процессе экскурсии мы сажаем бабочки даже на нос, очень весело происходит, потому что это щекотно, у нас текут слезы, а бабочки их пьют. Им нравятся слезы наши, они соленые, потому что. Скажите, пожалуйста, сколько всего у вас особей? Какое-то общее количество можно назвать? У нас более 100 особей животных, если крупные, да, потому что у нас есть те же самые скрипионы, дураканы даже такие, шипящие, конечно, их больше нам много. Животных много, их в курсе примерно час занимает у нас. Скажите, вот, наверное, ваши главные герои и гости – это дети, или взрослые тоже так вот реагируют очень так тепло? Основная палитория у нас – это дети, но приходят и взрослые, и старшие поколения, и средние поколения, всем интересно, потому что некоторые даже не знают, что там есть змеи, у которых есть, ну, где хвост находится у змеи, всем это известно, что есть змеи, у которых есть ножки, сколько живут бабочки, тоже не знаю. То есть то, что мы там общаемся, рассказываем, показываем, общаемся как с людьми и так же и с животными одновременно. Получается такой вот… Диалог. Да. Межвидовой практически, да? Ну, то, что это полезно и людям, и животным. Скажите, пожалуйста, а как вот вы пришли к этому, как вообще вот это вот, если так можно сказать, если это тактично, так сказать, коллекцию вот этих животных собирали? Постепенно, то есть, видите, у нас животные пониженно жарятся, можно обмениваться, вот, кто-то дарит, например, животных, кто-то там, где-то, не знаю даже, как ещё, можно просто купить. Где они у вас живут вообще в обычное время? У вас дома? В террариумах, нет, конечно, нет, дома, во-первых… То есть у вас есть специально оборудованное помещение? Да, дома было бы, это некомфортно, не им, не нам, потому что животным, когда много требуют, они уходят, требуют они пространства, требуют температуры, кому-то надо потеплее, кому-то надо прохладно. То есть в условиях какого-то помещения маленького это сделать, это невозможно. Ещё даже скажите, кто у вас ещё есть необычное какое-то животное? Вот почему-то всё нравится, плебушки различные, земноводные, потому что они кажутся какими-то инопланетянами. То есть они что, они большие, больше, чем обычные, или наоборот, маленькие совсем? И маленькие, и большие, они какие-то как будто бы роботы, будто бы они не живые. Дело в том, что кажется, они сидят какие-то, будто бы они неподвижные. Когда они охотятся, мы показываем, когда они охотятся, как они пытаются поймать палец, например, даже у человека, и как вызывают эмоции. Есть у нас и сурикат, которым можно пообщаться по наручной, можно его погладить. Есть тушканчик, например. Вот видели в жизни тушканчика? Нет. А у нас можно его погладить, можно подержать даже тушканчик большой. Они очень красивые, правда, ночью красивые, а днём, когда спят, они такие вот... Вялые, да, ещё? Ну, не вялые, а просто они спят, и у них, ну, как вот люди, ночь разбудит, то же самое будет. Кормить, наверное, можно специально вами, подготовленной едой, свою-то, наверное, вряд ли можно приносить, да? Да, мы предлагаем, да, предлагаем. Это насекомые, в основном, конечно, которых мы в ходе экскурсии предлагаем, что можно было скормить. Некоторые едят растительную пищу, это игуаны, например. Так, ну, и, конечно, самые любимые животные – это обезьяны и еноты. Еноты, когда мы были... Енот полоском у вас, да? В прошлом году, да, енот полоском, но были в прошлом году, у нас были малыши, пользуются они популярностью. В этом году были малыши уже только весной, осенью, они редко бывают, когда рождаются у нас. Енотов можно покормить. Кстати, у них лапки очень мягкие, енотиков они берут. Лапками еду, да? Лапками, да, лапками берут. Тоже приятно, интересно, и нотам забава, потому что животные умные требуют общения постоянно. Так им было бы скучно, если бы не было такого общения. Замечательно, Роман. Давайте мы напомним все-таки нашим телезрителям, где, когда, куда можно приходить, для того, чтобы познакомиться вот с такими замечательными просто существами. Контактный зоопарк, М5 Мол, Московское шоссе, 65А, с 11 до 7 часов работаем каждый день. Без выходных? Без выходных, да, конечно. Спасибо вам большое за то, что пришли, познакомили нас с этими удивительными созданиями. До свидания. До свидания. На этом наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире телекомпании «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова